Бассейн, музейный выставочный центр, дворец спорта, гимназия номер 216, дидакт. Пешеходные переходы вблизи этих учреждений проверила специальная комиссия. Участники проекта «Безопасный переход» инспектируют те места, где часто ходят дети. В первую очередь делается акцент на учебно-воспитательные учреждения, потому что здесь массово проходят наши дети, соблюдаются ли требования к этим пешеходным переходам. Хочу отметить, что в нашем городе они действительно соблюдаются. В комиссию в обязательном порядке входят представители родительской общественности. Вместе с ними пешеходные переходы инспектируют и члены партии «Единая Россия». Именно они стали авторами проекта «Безопасный переход». Мы вышли с инициативой актив партии «Единая Россия» совместно с Союзом отцов Пензенской области о том, чтобы проверить наши пешеходные переходы, насколько они оснащены, освещены, убраны, не составлять никаких препятствий для движения детей и взрослых. Первое, что нам нужно, это видимость, чтобы и детей видели, и чтобы дети всех видели. Поэтому первое внимание будем уделять это освещение, знаки, то, что должны снижать скорость, должны понимать, что дети могут неожиданно выскочить на дорогу. Наша задача максимально обезопасить в этом плане. В состав комиссии входят и чиновники администрации Заречного. С ними представители общественности обсуждают возможные проблемы и пути их решения. Проект «Безопасный переход» стартовал в этом году, но уже успел привлечь внимание горожан и найти у них отклик. Приятно отметить тот факт, что родительская общественность в это включилась, и даже стали проявлять инициативу сами родители вокруг своих школ, уже ходят, смотрят, объясняют детям, как надо ходить через пешеходный переход. Это и в группах школьных появилось. Очень приятно, что это стало распространяться. Надеюсь, что это поможет нам обезопасить наших детей. Участники проекта не только инспектируют пешеходные переходы, но и проводят работу с населением. Напоминают о правилах безопасного поведения на зебре. Этим занимаются активисты молодой гвардии «Единой России». Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».